Продолжаем. В Барнауле поймали пиранью. Местный житель выловил рыбу с зубами, но выяснить вид и происхождение необычного лова сразу не смог. Выручили этого удачливого рыбака. Ихциологи подтвердили, что рыба принадлежит к семейству пираньевых. Масштабы таких особей не очень велики, до 20 сантиметров в длину и весом не более килограмма. Однако пиранье хищник и опасно как для животных, так и для человека. Кроме того, рыбешка очень прожорливая и живет не одна большими стаями. Обитает особь в водоемах южноамериканского континента. Как же она попала в Барнаул-то? Давайте зададим этот вопрос заведующему промысловой ихтеологии Олегу Булатву. Олег Аркадьевич, я вас приветствую. Как пиранья появилась в Барнауле? Есть предположения? Ну, я думаю, что пиранья появилась в Барнауле в первую очередь благодаря тому, что один из незадачливых аквариумистов вырастил ее до определенных размеров, а потом она ему просто надоела, он ее выбросил. Простите, пожалуйста, что-то со звуком у нас. Можете еще раз повторить? Я думаю, что один из любителей разведения аквариумных рыб держал у себя пиранью до определенного времени. И после того, как она выросла и достигла больших размеров, он взял ее и просто выпустил в природу. Живую выпустил? И тут ее как раз удачливый рыбак этот и схватил? Да, да. А как она выжить смогла? Довольно много видов. А что она как смогла? Как она выжить смогла? Ну, выжить смогла она, если это летом, теплая вода, то тут никакого конфликта нет. А если это, конечно, осень или там зима, то, естественно, она погибнет, потому что она же тропическая рыба. Поэтому, с учетом того, что пираньи подразделяются на несколько десятков видов, и большая часть из них является не хищниками, а растительноядными, то она вполне могла себе найти корм там и питаться этим кормом. Олег Аркадьевич, то есть если бы в этой реке оказался еще и человек, ему вреда бы она никакого не принесла? Все зависит от того, к какому виду пираньи это относится. Понимаете, где-то, ну, грубо говоря, половина видов пираньи, они плотоядные, то есть потенциально опасны для человека. А половина растительноядные, и они не представляют никакой опасности. Трудно сказать, не видя, что она из себя представляет, это пиранье, к какому она относилась, типу растительноядных или плотоядных. У нас даже действительно тут такой нюанс, после обязательно с вами разглядывать будем эти фотографии. А вот поймал рыбак, и что бы вы посоветовали ему сделать с этой рыбой? Вообще пиранью едят? Ну, вообще-то пираньи не являются видом, который употребляется в пищу или считается каким-то там деликатесным блюдом. Поэтому, если кто-то хочет проэкспериментировать, как говорится, ради бога, но, видимо, смысла особого в этом нет. А тому рыбаку, который поймал, наверное, можно было бы дать совет, исходя из осторожного подхода, эту рыбу просто оставить на берегу, чтобы она там, как бы, закончила свое существование. Потому что трудно рыбаку, неподготовленному, ответить на вопрос, пиранье является плотоядной или растительноядной. Опасно она или нет. В общем, не знаешь, лучше ничего не делать. Спасибо вам большое, Олег Аркадьевич, что помогли нам разобраться. Благодарю. С нами на связи был заведующий промысловой ихтеологии в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Олег Булатов. Олег Булатов.